хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя сменов александр иванович год рождения 72 откуда сами родом московской области город химки а из химок семья есть дочка мама сожительница гражданская а дочь через сколько 22 контракт до на три месяца когда подписали 6 сентября сентября какие войска вот и пехота а должность у вас какая стрелок стрелок а когда попали прям 13 сентября какое направление харьковская область да сколько обещали платить на контракте 4000 в день и плюс еще там ну если да есть какие-то повышения сказали то что когда прибудем там уже отдельно будет беседа а задания какие ставились никаких ну вот хорошо вы до этого чем занимались до подписания контракта работал тем у меня основная специальность повар а так я работал разнорабочим комплектовщиком официально ли так как шабашки не официально официально дам на компанию какую-то какая зарплата была средняя 50 тысяч вся да ну там если по счетам 150 200 можно было заработать что было мотивом написали это контракт деньги что скорее всего помочь украине да именно лнр днр а в чем помочь на чем помочь как бы они устали уже за 8 лет а чему если смотреть наши к лакуне если каждый день их обстреливают гибнут люди когда-то это надо было прекращать а сколько людей погибло за последние два года в ланар-донар мне назвать это вы тогда говорили цифры вам можете сказать я же не помню но ним ним немного да ну вы же говорите что он так там чуть не месил такая вот была у нас информация хорошо я понимаю тогда у меня вопрос еще помочь в чем ну как это вот вы должны были приехать что дальше и что должна была делать сделать россия с этими территориями лнр днр да да ну помочь лонар это были минские соглашения 8 лет то что говорится там из-за границ достаточно было ли на это закрыть глаза люди просили выборы потом бы эти выборы бы еще и все бы это было мирным путем это и лукашенко говорю у него есть интервью даже не было ничего хорошо давайте пойдем логически почему россияне забрала народа на себе по вашей логике люди хотели в россии правильно вы говорите а там референдум я сейчас не знаю нет информации что-то не на его спрашиваю вы же пришли типа помогать людям ну были обстрел почему россияне забрала народа на все она хотела оставить и поставить украину хотела оставить конечно просто статус своим автономии а начально первоначально не было задачи отсоединять хорошо украина независимая страна независимая конечно а что значит россия хотела оставить ее в статусе ну а причем здесь хотелка россии ну для украинцев причем здесь хотелка россии у него вопрос наверное как соседская страна а украинцы указывают что делать в россии например большинство и украинцев нравится нет я слышал то что говорили вот у меня встречный вопрос вот я хочу чтобы ичкерия была независимого государства нам что заходить туда в россию чтобы эта проблема расширилась или как 4 я за свободную ичкерию а дальше на свободный кавказ да так что бомбить нужно россию из-за этого что не это не так а дальше свободную башкирия татарстан а это просто вопрос за временем орал себе я вам встречная просто рассказываю то что уже хотели сделать не я вам я вас просто спрашиваю да россия хотела чтобы эти регионы были в составе украины а я хочу чтобы ичкерия была свободной и что они сейчас неплохо живут у меня вопрос в другом что украине нужно сделать виду меня есть хотелка чтобы ичкерия была свободной заходить войсками в россии или как вопрос освобождать ичкерию нет надо вид на россии чтобы ичкерия была свободна там у вас логика ну то есть лднр они не хотят нету почему если автономии дать временно людям автономии в составе украины хорошо это как бы проблема украинская правда правда я вас уже слушал тогда зачем было подписывать минские соглашения так были гаранты германия франция а украина была готова на это но там была проблема в двух пунктах то что границы пока временно были под контролем не под украину но не под украины да а как выборы проводить на территории которая должна быть в составе украины и не имея контроля над границей где логика найдите интервью лукашенко там четко сказал как можно было сделать а кто такой лукашенко для украины вообще-то был очень хороший друг я вообще кто такой лукашенко для украины у меня вопрос мы лезем в проблему беларуси то что они нагнулись под россии трудно нет по поводу моих переворотах который в минске стоп давайте не будем перепрыгивать потому что это проблема какой период минске переворота подготовка какой переворот мне они не перевороты я просто оговорился ну то что выступала оппозиция беларуси и что почему здесь оппозиция в беларуси была на родонах кто такой лукашенко лукашенко но он президент беларуси соседняя страна что можно было владеть свое время если бы не россии ну если все валить на россию тогда надо уже начинать развала советского союза почему россия ушла из европы из германии америка там осталось на рамштейне мы ушли на оттали все да россия обещала защищать на вас конституции тоже прописано украина вне блоковой страна ну а зачем бог 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 а не расширение а не расширение уже дальше дальше некуда россия окружена это план я уже не помню как правильную фамилию дежинского которую это задавить россии это удар афины вот сейчас в нато будем нападать на афинов тоже они же близко около границ нашли нашли но будете нападать тоже на финна я думаю нет а почему на украину напали россии доктрина защита русских других территорий а где а в чем нужно их было защищающего если их обстреливать течение восьми лет наверно в чем-то нуждаются а до каких границ здесь русский до какой области здесь русский не знаю честно не могу ответить киевская область это русский я имею ввиду не национальца русскоговорящего населения но русскоговорящего населения а в чем проблема была с русскоговорящим населением если у вас раньше было два официальных языка хорошо батальон азов для вас кто батальон азов для вас кто правой секта попадавали так как показывали ну кто для вас подали на зал если люди со свастикой сами понимаете кто кто нацист нацисты могут разговаривать на русском языке у нас в россии есть нацисты у меня в другом вопрос вот батальон азов и другие много там парней разговаривает на русском языке но там не только кто это объясняет батальон азов там же другие вы имеете ввиду это мариуполь были полицейские национальной гвардии украины да ну и что там разные я просто не исключаю есть какая-то отдельный просто формирование и что они разговаривают на русском языке на русском языке которые здесь ущемляли вот представляете себе украинские националисты разговаривают на русском языке и русские националисты много людей защищают украину которые разговаривают русским языком я это видел ну и то где здесь ущемление вот я не знаю я вас прошу где ущемление не брать отдельные факты назвите мне факт где ущемили русский язык конкретно я не знаю если харьков это говорящий на русском языке город да много там говорят на русском почему он не хочет россии не знаю разрыв шаблона разрыв шаблона может быть вот харьков да вот харьков бился и бьется дальше я сейчас мало информации мне что-то сопоставить я не могу я вам просто говорю можете верить можете не верить я вас слушал тогда вот недавно херсон тоже вы встречались со слезами украинский высыл хотите что сказать украинцам надо садиться за стол переговоров заканчивать выходить кому нужно садиться за стол переговоров наверное не солдатам хватит уже полегон столько людей а россиянам нужно пойти отсюда о чем договорятся значит так и будет все таки удивительная нация да вот зашли разбили страну а теперь говорят садимся за стол переговоры ну продолжать дальше кто нет ну если дальше это продолжать это дальше все мы воеваем за свою землю украина воевает за свою землю они освобождают территории это понятно это понятно а что россия хочет россия хочет всю украину под предлогом спасать наверное она хочет чтобы украина сменила курс свой политический а почему она должна сменить свой курс политический потому что натовские базы россии под боком никак не нужно а где здесь базы ну не настроены на черном море две базы где ну где ну где это в районе николаева Одессы там натовские базы ну а могут размещаться натовские базы в стране которая не НАТО нет в украиночлене НАТО ну вступает же нет кто вам сказал что он вступает ну как она же подала она подала заявление люди хотят чтобы украина стала частью НАТО но украину никто не принимает пока что а у вас уже базы под николаевым в Одессе выросли ну строились строились базы НАТО или в стране НАТО пока так называлось иностранные базы а почему вы думаете вот украинцы не хотят россиян вот вообще вот хотят в НАТО в европейский союз вот в чем проблема тогда с Россией не знаю ну хотят хотят нам по да вот русским по 40 миллионов хотят в НАТО въезд а нам по ну так выходит а мы будем ебашить вас за ваши хотелки вы правильно понимаете ну если кому тут подселить соседа проблем тоже наверное не приятно финны финны оу алё финны страна НАТО уже на границе Балты страна НАТО оу Калининград вокруг русская земля я знаю пацаки уже давно там страны НАТО а вы все говорите о какой-то Украине которая даже не член НАТО вон соседи страны НАТО чуваки какие Балтии финны шведы вошли половина Балтии уехала Литва 300 миллионов населения из них половина это русскоговорящих но вас все таки кумарит Украина да ну более близкий народ да в чем более близкий наверное что то связано с ним более тесно и что вы прям понимаете вот это как чувак который типа насилует девушку да и говорит что ее любит то же самое россияне с украинцами вот девушка не хочет а чувак ее насилует и говорит что любит то же самое россияне по отношению к украинцам по ходу правильно не знаю не знаю но хорошее сравнение и говорит что она ему близко хорошее сравнение правда от любви до не новости один шаг да вот пожалуйста хотите что то россиянам сказать я сейчас не могу сформулировать ничего вы кримцы тоже не хотите ничего сказать я уже сказал то что надо как-то договориться а вы не жалеете что пришли сюда конечно жалеем в той ситуации вы говорите за то что в плен попали или вообще что пришли рушить жизнь в день я видел там это по-другому в россии да что хотите что то сказать но у вас сейчас мысль поменялось я пока не сопоставлю я не готов сейчас раскидываться какими-то словами поймите а